Экспертиза малых технологических компаний уже началась. Я сейчас хочу рассказать о том, как попасть в реестр малых технологических компаний. Если вы не в курсе, то существует два способа попасть в реестр малых технологических компаний. Первый. А второй способ, если вы ранее не получали никакие меры поддержки, ни гранты, ни субсидии, ни налоговые льготы, и фактически не подавали никуда заявки, не проходили экспертизу федеральных органов власти или подведомствах, организаций или фондов, то вам надо будет пройти экспертизу одного из федеральных фондов. Их на данный момент аккредитовано именно эконом-развитие три. Центр поддержки инжиниринга и инноваций типа ИИ, Сколково и ФЭЗИ. Соответственно, примерно в одном и том же диапазоне стоимости их услуг порядка 42-46 тысяч рублей, до 50, в общем, да? Вот. Соответственно, у этих фондов вывешена на сайте требования, процедура получения этой самой экспертизы. Вы также можете ее увидеть, не регистрируя личный кабинет на их сайте, можете увидеть на нашем сайте. Ссылка будет под этим видео. Соответственно, что собой представляет эта самая экспертиза? Это фактически предоставление информации о проектной команде. Все-таки они аккредитуют малую технологическую компанию, да? То есть в виде бизнес-плана, да? Но продуктовая часть вашего, скажем так, портфеля, она интересует, но больше интересует потенциал команды. То есть это все-таки компания, да? То есть производственные текущие мощности, планы расширения, достигнутые уровни технологической готовности, производственные базы, материально-сырьевая база, штат персонала текущий и перспективный в течение ближайшего какого-то времени, да? Проекты, над которыми работали сотрудники, компетенции, их опыт и так далее, и так далее, и так далее. То есть гораздо важнее, наверное, расписать достижения команды и отдельных ее ключевых сотрудников, да? Которых они добились работы, ну, до этого где-то, например, еще, да? В какой-то другой команде, да? Или же в этой команде. Вот. Чем расписать преимущество продукта, который вы собираетесь делать, или уже, например, там, он существует. Но как вы делали этот продукт, это чрезвычайно важно. То есть как он создавался, какими ресурсами команды, да? И в каком периметре, как бы, компании получен, он куплен, не знаю, сделан самостоятельно, как вы проводили неокор. То есть гораздо важнее технологическая составляющая команды, да? То есть какими технологиями владеет и какие проекты, собственно говоря, может реализовать. Какие изделия, продукты, какие, как программные, допустим, да, продукты, программно-аппаратные комплексы может запилить, например, да, компания. Вот. Соответственно, ну, вот как бы вот этот потенциал команды. Как я уже сказал, под данным видео ссылочка. Вы можете пройти и посмотреть, проверить свою команду, скажем так, по чек-листу, да? Вы можете ознакомиться с требованиями, с той информацией, которую потребуют от вас фонды, что сколково, что пи. Там, конечно, различаются, да? То есть степень детальности и степень, как это сказать, автоматизированности, да? То есть выбора из списков различных значений, различных вариантов, да? Но все равно без описания команды не обойтись. То есть это такой мини-бизнес-план, только, наверное, не проекта, не технико-экономическое обоснование проекта, да? А именно те разделы бизнес-плана, которые касаются истории развития становления, потенциала и текущих возможностей команды. Обращайтесь к нам за консультациями. Сотрудники имеют опыт как подготовки документации на получение мер поддержки, что позволит им автоматом включиться в реестр МТК, так и, собственно говоря, опыт подготовки заявки на экспертизу любых федеральных фондов, в том числе на статус малотехнологической компании. А о том, что дает статус малотехнологической компании, это предмет отдельного разговора, будет в отдельном видео. Подписывайтесь на канал, следите за нашими выпусками. Удачи вам! С вами был консультант решения Верной Рожь Сергей Маслухин.